необычный сегодня день начался батюшка позвонил вора поймали тут ясно дело что раз позвонил мы нужны мы с Володей на велосипеды и поехали но остальное тут у нас уже в ролике показано вот сейчас вернулся а тут шарик плавит смотри как он заискивает ползает когда так ползет это означает команда ползи я ему что-то даю но ну уже дал дал тебе дай я бы сейчас дам кусочек даму посмотреть просит свой натуральный выпеченный хлеб и натуральное молоко вот обмакнул его посмотри он как ест аккуратно подожди 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 даже крутится здесь аккуратно лает он не пустолай он лает скотину когда прогоняет где-то и выпрашивает сейчас сразу ползать начать но когда мокрая трава никогда не ползает вот я говорю насколько в деревне лучше жить вот смотри я сейчас сергею говорю сергей пупков иди сюда встань ну я ему вон там копается еще а это он на снимке покажи а я подошел вот так вот поди поди сергей то не обидится что я что-то спина щешется почесать спину можно где это лишь корявое дерево подошел съездили с вором помолились дома я все годы молюсь о том что спаси господи селение это не потеряю как пожара от воров от нечистой силы в этом все но от пожара загоралась несколько раз бог сохранил у андрея закончилась сараем вот вора ну уже не первый раз ловят и все случайно прямо как будто случайно на самом деле никакой случайности нету молитва батюшка готов слышно молитву то батюшка это понял почему потому что я молился и вор пойман а это само собой тогда ничего не будет вот я рассказывал про дуаня долгова была анна демидовна а муж у нее андрей феодотович был старая брядцы и она говорит вот на молитву ночью а как то не встаешь я горит слышала говорит а муж работал на авиационном заводе поздно ночью приходит и в это время ягод раньше ложилась спать и в окошко слышу стук я как поднимусь время как раз молиться помолюсь другой раз стало так слышу дыхание прямо на духом аня вставай анна и вот один раз муж пришел с работы в комнате еще там дом шлаколитой был такой сыроватый видимо холодно было только легли и опять слышу дыхание и говорит аня вставай голову подняла вылазить из-под одеяла только пригрелась а муж пришел с работы ребятишки спят ноги вымыла но все по писанию где-то ягод глаза закрыла и не знаю как уснула больше никогда ничего у меня не было нижное тихое веяние вот но тут надо разозвищать от бога это или от дьявола есть такой святой его дьявол начал будить он сразу распознал на молитву иди ты отсюда окаянная без тебя знает когда молиться не стал идти у меня было такое резкий стук просто резкий стук в окно но я сразу стал думать как от кого это идет а когда это было а что в это время я делал и в это время я насчитывал житие святых о том как нечистая сила была побеждена жизнью праведного человека зима была я стою перед микрофоном надя там копается тапочки шьет кажется все нормально а мы на первом этаже барак там на улице пурга и в это время вот так я прекратил считать прекратил это означает житие прерванное за и читать заново соединять проще это на пленке было где ну что ночью я не выхожу а время 12 кажется ночи в союзе до 440 что делать кто это пришел кто к нам не к нам ну к нам именно постучали помолились кратко давай выйдем но на все про все у нас может быть три минуты ушло у нас выходишь общий тамбур а потом там еще один один тамбур тут на четыре раз два три квартиры а туда там в тамбурок такой холодным за него выглянул нигде следа не это мое окно большое в стороне совсем одно окно заметенный булгорок ну даже птица крылом бы задела было видно ни следа ничего нету свет падает хорошо видно кто это стучал а в какой момент когда дьявол был посрамлен и в это время видим он не вытерпел и и дал знать то хоть я и посрамлен но сила во мне есть мороза не боюсь до тебя я доберусь но и буквально несколько дней и меня арестовали он не любит это дьявол где-то и надо вот это все смотреть у меня было такое стук спокойный но очень ясный открыл глаза я же один в комнате стучать некому к двери подошел кто никого нету понял на молитву одеваешься тогда уже все понятно и вот если мы ты об этом молился а исполнилось как крушение империи зла советского союза я это принял за ответ на молитву а возвращением сожженицына молился вы я принял дачу из-за твоя молитва я тебе не навязываю я молился молился и все вот видишь как у нас крест он верхняя палочка развернулась и крест вот так вот развернулся его надо вот так повернуть мы сейчас уйдем ты володя возьми никиту его там оторвите там один гвоздь аккуратненько только его заново развернуть как было а там только вверху верхнюю палочку это еще раз забежи там крест-накрест как ты делаешь на ступеньках чтобы не и не ветер ничто не могло его повернуть вот эти перекладинки то разные может быть там гвозди к ней не так забит был он верхняя то вижу как скособощила ее надо повернуть сегодня мне прислала лидия муранова из америки оцифрованный фильм который ставил отец александр свет миру она просит показать своим нашим детям но не так кадры кадрик а дальше он говорит кадры из фильма взятая же форелли кажется вот это итальянский ну хороший фильм то явно я подумал фильм этот не может быть чтобы никто не видел ни один же отец александр видел ну фильм достать да еще на итальянском языке может быть я его в оригинале то не видел это дальше он берет отдельные кадры это намного короче и много больше можно сказать в это время он цитирует говорит итальянский фильм то и знаменитые фильмы какие-то там может быть оскары взял не знаем но почему никто это не сделал кроме отца александра меня и помощница его леди мурановой почему и попытки даже никакой как будто не было они дальше это размножили как кадриками показывает где-то и мы тогда смотрели и сегодня он где-то меньше часа 50 кажется чем-то минут утром ранним утром уже до 6 часов я его посмотрел потом детям и вот она хотела бы побыть в потеряевке детям своим рассказывает там это гавриил когда такой как фильм сделал из кадров начинается фильм она сняты а потом отдельными фотографиями кадры идут я вчера я очень заново посмотрел и так хорошенький фильм то и вот у нее желание побывать потеряевки я не знаю будет анализ здесь если бы была возможность по скайпу сказать я бы сказал не надо не надо то есть я выскажу желание не то что я не хочу а ничего это не даст ей во первых хотя все правда но в жизни она не так вот ну жизнь еще она застывшая фотография а живой человек он может тебе на ногу наступить и сказать что то не так вот это фильм есть иуда бен гур когда они прокаженные появляются во дворе а эстер их видит но она не говорят мы не хотим показаться чтобы иуда нас не видел чтобы в его памяти мы остались такими какими были нормальные лица они прокаженные изъеденные вот мне хочется чтобы у линии осталась добрая память а нас о потеряевке такие какие мы есть не прокаженные которых она здесь увидит тут всякое разное бывает но сказать это истолковано будет на 2 а ты не хочешь ну я уж не говорю о том что здесь встречать надо ехать в корчину ехать там среди ночи и кого послать уборочную тут никого нет и это все непросто или в барнауле нанять машину когда она сойдет самолета я уже думал и не думаю давно как она изъявила желание и не могу ничего ответить час решил написать письмо я печатал на машинке украина 2 всегда и там отдельные клавиши я слепой печатал тысячи страниц тысячи она а здесь не могу у меня пальцы сцепляются на компьютере две буквы не так я не могу понять где чего и и поэтому сергея прошу пойти со мной я надиктует и пошлю чтобы она не разочаровалась когда приедет я когда это говорю это я говорю всем которые приезжают они приезжают и в еще большем восхищении теперь я увидел что такое настоящие литургии как служат осталось моей памяти общение с людьми приеду с детьми а я говорил им говорил что вы разочаруетесь но пока ни одного случая не было но одна какая-то где-то в интернете написала ее ребенок был что-то она огородит июля и ответила что все неправда до слова она чем-то огорчена была и не знаю даже мы показываем у нас бывает родители уезжают когда отсюда довольны это все к лидии обращаюсь она мне казалось и такое осталось необыкновенной она с отцом александром мнением было и каким она голосом насчитывает за кадром и как я первый раз вошел к ним она говорит беседа сохранилась наша первая встреча мне бы ее получить от нее и у меня нету почему нету тоже не знаю видимо я и не знал что можно записать хотя я ездил с магнитофоном и вот сегодня на этом на воровстве и посмотрел это фильм во свет во свете тоже есть во свете и все показалось бы люди верили в бога раз бы делали так ночами шарились сливали горючее воровали он прошу раз видимо и радиатор то украл там все они сняли там аккумуляторы там все что можно все с машин снимают ну и где подметают подряд баллоны алюминий днем проедут а ночью тогда здесь и вот ехал кирилл и увидел эту пыль где-то там затаился или как а потом погнался за ним ночью три часа и кирилл так как у нее он не живет здесь он приехал к матери а то володя с валей сын вот это он церкви то так но уходит церковь но из них он считается но менее всего как бы привязан где-то работал он на нефтяных приисках и своим трудом живет своим вот и сегодня вот он получился так что задержал этого вора правда в конце этот начальник который записывал подчиненная сидела мои капитан девушка и женщина там то видим он не ниже майора из уголовного розыска в прошлый раз что там я не хочу чтоб снимали но кто спрашивает на улице я снимаю моя деревня и здесь также выставляли чем связано я не знаю только я знаю когда люди против видеосъемки показа за этим что то есть нас как-то мы в одном месте были когда ездили а как раз ездил севастьян за рулем был и сергей пупков и показались мы видимо подозрительными и они позвали узнали что мы едем уже в район в районный центр другой другой районный центр я не знаю то ли в алтайском крае мы были или нет уже на благовестие то и там сообщили и милиция выехала на встречу и нас задержали повели то есть машина чтобы шла за ним я сказал все будут поворачивать где лес жми газу сколько можно уйдем мы от них или не уйдем но они завели в город и сергей стал снимать а милиционер вышел значит не снимать это запрета на это нет и он сразу отстал сергей шел снимал теперь заходить уже в отделение милиции здесь а здесь у нас закон не снимать а здесь и снимать не будем там нам не надо следовательском кабинете снимать и не будем то есть они знают норму где мы были останавливала милиция а то полиция и тоже были такие там один вида накачанный милиционер по полицай наркотиками мы тоже засняли его но когда он привел через дорогу к начальнику тот посмотрел кто мы махнул рукой и отпустит их но что у нас очень мощные были свидетельства мы едем просим чтобы помогали у меня почти 500 ходатайств за нас 500 не ходатайства где мы были росписи библиотек и прочее я там все я говорю к тому объяснить события сегодняшние почему почему он боится и прошлый раз но мы все равно выставили еще бояться то я ничего тайно не сказал тем более он ничего не говорить я хорошо меня видели как видели тебя не видели ты полиция ты должен даже наоборот фамилия твоя видать как у продавцов которые это работает и кто сегодня на дежурстве и там написано и никакой тайны в этом нет я все начал с того что хорошо в деревне быть все свое собачка лежит машин какой шарик какие у него глазки приблудный совершенно у нас приблудный был у него дружок серый котик потеряли моего на днях он самый лучший ловить мышей но драться не умеет а большой пришел и вот он залучил прям не успели отобрать он его два раза видимо схватил и покорябал и он ушел и больше не является здесь не может живое может рано зализывает а может умер где-то то есть сдох вот так сережа пошли я поехал отошел